Блядь, Лизбрю, ёбаный рот этого... А вот это, вот это, вот это, вот это обязательно оставь... Ребята, всем привет! Всем здорова! С вами котик Саня, переигрывающий Ваня. И зелено-синий Миша. Отцентрированный Миша. И Нитфорпиво. И сегодня у нас пианопак. Пианопак от Ютон. И пока мы не начали записывать видос, подпишитесь на телегу, подпишитесь на этот канал, потому что все еще очень много людей смотрят без подписки. Даже с тех пор, как я сказал, тем не менее, все равно очень много. Тут был спойлер, чем он до этого пить. Да, ставьте лайки. Не забывайте, да. И если что, у нас есть бусти. А еще мы уже пианопакали. Мы уже начали снимать. Сегодняшний день начинается не с пака. А кто она? Главный пивовар Ютон? Ш-ш-ш-ш-ш-ш. Какая-то фамилия знакомая. Шипокляк. Шляпа. Шляпа. Не хочется пуесоситься сразу. Да, главный пивовар Ютон. Ольга Аршина. А, ну-ка фотографию, фотографию. Фотографии здесь не будет. Зачем тебе? У тебя уже есть своя. Пошла нахуй. Понятно. Ожиданий никаких нет. Какое-то общее там заявление пишется на этом буккете. А Ютон это что они делают? Они делают пиво. Заебись. Да в пизду мы ничего не пили. Они обычно делают обычное пиво. Давайте просто начнем. Давай потихонечку. Забирай. С чего мы начнем? Что-то знакомое. Пилш брюери. Чешский пилс. Что это? Это что за пилш брюери? Ты их? Я не знаю. Эстеблиш двадцать двадцать один. Ну ладно. О да. О да. Начались вот эти. Куарроды. Акцизы. Новая акциза. Что за новая акциза? На пиво теперь еще больше стоить будет. Да? Больше не то что стоить просто. Ну как стоить само собой. Просто контролировать качество будет. Типа чтобы люди от мистера сидора не умирали. Да. Чтоб было до кого до ебаться. Гайки закручивают во всем. Ну типа должно стать от этого лучше, но как обычно благими намерениями все мы знаем. У нас новые стаканчики. Да, наконец-то. Наконец-то ребята. Новые бокалы. Весьма газированные. Новые бокалы. Можно нюхать пива. Вот так вот? Нет. Как хочешь. И прям вот как в рекламе желтое вот это вот. Наконец-то даже обычное пиво блять пахнет. Скажи из этого бокала. Как декантер типа. Как называется. Ну да. Ваше здоровье. Пилс. Приятно, но вот. Очень насыщенный горький пив. Вот это вот. Горечь на языке сзади. Вот это вот. Со вкусом пивной лавки. Это же горечь, да? Сзади чувствует. Да. На корне языка. Да. В целом неплохо, но это прямо вот потягивает живоварний. Очередной какой-то. Ни разу не видел этого в продаже нигде. Я имею ввиду вятич. Например. Например, да. Тяжело пьется. Вот сейчас попало чуть-чуть не в то горло и мне не очень. Ну не в то горло оно конечно всегда не очень. Если такое пиво. Это прям. Нарфаминск. Это прям барное пиво. Недалеко от меня. Это ваш первый кран. Если у вас есть бар, это должно стоить типа на первом кране. Это самое проливаемое будет пиво. Если держать что? Это Ютун. Нарфаминск. Ну пусть. Допустим. И это будет самое проливаемое ваше пиво. Это просто светлое, достаточно горькое в чешском стиле пиво. Но не хватает цветов. Вот это вот медовый какой-то составляющий. Сладости не хватает, да? Нет. Без сладости оно должно быть такое же сухое. Нет, сладости есть чуть-чуть. Достаточно. Именно если вот так. Это было бы хорошо, если бы не то, о чём я уже сказал. Повторяться я не хочу. В целом норм, но хотелось бы лучше. Запись идёт отлично. Ну не прям, что совсем без дефектов. Ну почти без дефектов. Ну в принципе приятно. Я бы в баре по какой-нибудь закусочек вообще пил бы и пил. Я говорю, это барная первый кран. Если не 200 рублей. В смысле? А сколько? Ой, не 200, а не 300. Типа ну сколько за 0,5? Запилзнер. Это всё равно будет 350. Запилзнер. Запилш. Запилш. Да. Пить можно. Хорошо. Ладно. Вообще выглядит баночка привлекательно. Ну да, дизайн прикольный. Вкус неплохой. Пока что начало неплохое. Может быть когда-нибудь я приду к тому состоянию, когда буду за 400 брать пилзнер. Когда-нибудь мы все придём к этому состоянию, я надеюсь. Ой. Когда инфляция ещё поднимется. Всё не то, что ли? Это Чибис. Привет, Чибис. Мы живём с вами на одном районе. Томатная газа с пастой Чипотли. Остренькая. Трусишки придётся стирать. Чипотли. Даже мои. Будет. А это без акциза. Это да. Это значит до введения акциза ещё произведено. Варено, варено, не варено. Почему-то выглядит как свекольник. Ой. Скажи, выглядит как свекольник. Красители. И пахнет свекольником, кстати. Мне кажется, достаточно кислотное пиво всегда у Чибисса. Ну, такое, типа, как сказать, насыщенно кисло-сладкое. Такое лукёрное. Может быть. Может быть. Пожалуйста. Тебе что, тоже, бля, подать? Оф. Душок-то какой. О, ёпты. О, перец. А, не, пахнет перецом отсюда, да. Чипотли пипец. Слушай. Оф. Есть что-то такое. Если у вас язва убедить от этого пива, от запаха она откроется. Чем-то таким, по-моему, приправляют рыбу. Что-то есть вот в этом запахе. Чипотли. Рыба под шубой. С Чипотли. С Чипотли. С Чипотли. Знаменитое. Ваше здоровье, ребята. Да, допустим. Ой-ой-ой. Прям очень сильно. Какие звуки и бокалы, кстати. Да. Пиво со вкусом Чипотли. Все. Конец истории. Да она не спит. Это приятно. Островатое, перечное. Вот это именно со вкусом перца. Оно пикантное. Да. Именно со вкусом перца. Не островатое. Не черного перца молотого, а со вкусом перца, как овощи. Типа корица шаралбук со свекольной такой. Ой, не корица, а кориев. Нормальное, да? Ничего. Я бы сказал, что это превосходно. Не, ну я бы не сказал, что это превосходно. Это интересно. Оно томатное, со вкусом перца. Не острое. Единственный минус. Ты поймал томат? Да. Единственный минус в том, что запах очень-очень сильный. На вкус оно оно гораздо более слабое. Это кулинарная повясочка. Звучало охуенно, Саня. Спасибо. Кулинарная повясочка. Ну, я в хорошем смысле. Я понял. На самом деле. Я понял. Ну то есть это вкусно именно как пиво-еда, такая вот прям кулинар или что-то. Я бы его с шаурмой сожрал за обе щёки. Да, да, согласен. С крыльями KFC. Глайной удар. Это вообще б***ь. А какие нет, с крыльями KFC было бы нормально, потому что острота у крыльев KFC больше, чем у этого пива. Да, в общем, да. Короче, это прям очень похоже на вот эту баночку, то, что я тебе тогда привозил с Чипот, не помнишь? Да. В соусе Адобо, прям оно. И сводит язык уже. Вот я и говорю, вот они напомнили мне тот вкус. И причём именно без той бешеной остроты, что была у этих перцев. Сложно мне пить, потому что я острый. Вот. Но это прям очень хорошо, мне очень понравилось. Вам как, ребята за кадром? Вкусно? Очень хорошее. Оно хорошее, но... У них от томатов кислота осталась. Пепер газе. Тот, кто не любит острое или пикантное, то лучше, наверное... Ну, в повседневной основе, если у вас болезнь желудка, там ещё чего-то, то лучше, наверное, не берите. Потому что оно действительно хуярит. Всю банку вы не пьете соло. Берите на несколько человек. Оно потихонечку остаётся во рту, и вот всё больше и больше с каждым глотком жжёт. В целом приятное. Вообще, как вот общий микс стиля, вкуса и насыщенности, вот прям отлично. Не прям потрясающе, да? Да. Ну вот меня всё устраивает. Если бы я выпил эту баночку, если бы я её купил где-то в баре, и там под какую-нибудь хавку типа этого... Мы были где? Ну где этот, где Путина подают? В шерххаусе. У них там есть этот Путин. Путин. Ну, короче, картошка с мясом. И вот она... Да, она немного иногда... Она не совсем... Вот с этим пивом, короче, было бы вообще песня. Да, вот картошечка. Вот с этим было бы, вот с картошечкой было бы вообще песня. Мне кажется, она весь крахмал, вот это всё... Да, вообще. Разъёб. Да, то есть это был бы реально вкусовой разъёб. Это прям... Вот поэтому говорю, что мне очень понравилось. Не, ну вкусное, вкусное пиво, да. Опять же, не идеальное, но вкусное. Это лучше. Объясните мне вот эту повестку, типа, вот сейчас вот очень популярно вот это... То есть они пытаются подогнуть потребителя под то, чтобы пиво употреблять всё же с едой. Ну, да, наверное, это такое, да, прямо, как-то сказать так. Я вот сейчас задумался и задумался прямо вот, задумался. Гастропиво. Гастропиво, да. Гастрономическое. Нас поет гастропиво. 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 Эти самые поет нас с гастропивом. Но всем понравилось. Гастропиващик. Поэтому плюсики... У меня уже, знаешь, огонёчек в душе разго... Пенопаки. Пенопаки вернулись. Что? Вкусные, интересные пиво. Что такое? Как такое? Побольше тех вот неизвестных вот товарищей, которые мы ещё не пробовали. Хотелось бы. Больше неизведанного. Не нашумевших. Брю Бэланс. Саур Эль Камбуча. Брю Бэланс. Ой-ой-ой-ой. Камбуча Саур. Пюре лесных ягод. Чистая культура. Чайного гриба. Я хочу это. Я хочу. Открывай. Быстрее. Главное, чтобы они не обострались. Открывай. Я хочу это попробовать. Главное, чтобы они не обострались с балансом. Главное, чтобы это не ебануло мне в лицо. Ну это ясно. Да похуй на вас. Главное, чтобы было вкусно. Вы вообще кто, да? Интересно, как они добавили камбучу и она правда не взорвалась. Вот это вот. Там же еще дополнительное брожение от гриба идет. Ну то есть это прям не только дрожжи, но еще и прям гриб проводит. Вот она прям в пену, а пузырьки наверху идут. Ой, пахнет хуёй вообще полностью. Обожаю. Ну слушай, да. Странно. Как будто елка пернула мне в стакан. Ужас вообще. Как будто этих, знаешь, эти сухие еловые штуки мы набрали и помололи. Ну да, слушай, я представил, как елкой пердят тебе. Вот ты знаешь, что на заводе такой прибор, который... Ну чисто, знаешь, это хуйня есть. Масло для бани. Да, да. Чисто вот так вот жопу помазал аккуратно. Пенула, там такой шарик потом лопается и пахнет. Елкой пердежок. Хуйню где-нибудь на этом. Вы знаешь, сейчас в машинах вот эти освежители воздуха, а потом будет это звездолеты типа и там вот эта хуйня. Да, да, да. Типа, когда челы от водителя, горы водителя отпиздили, и эту елочку бы в жопу задохали. Парни, вы чуть разошли все. Оно на самом деле вообще пиздец. Смотри, оно странное на самом деле. Да, мутное. Тихо, тихо. За кадрик. Тихо. Все молчат. Молчат, молчат. И ему дай. Тоже молчи потом. Мне кажется... Подожди, Сань. Тебе кажется. Да, запах пиздец. Мне кажется, что второе что-то испортило. Предыдущее пиво что-то испортило, мне кажется. Да? Подожди. В наших сосочках. Почему? И так. Можно я вопрос задам? Почему пердешь вкусно? Почему так охуенно? Да, почему так охуенно? Почему кто-то пернул и это вкусно? Оно. 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 Это нереально... Почему-то написано ягоды, но это нереально цитрусовое. Я не ощущаю. Я просто не знаю, что сказать даже. Оно вкусное, но оно не насыщенное и оно уходит в конце. Это как берлинер вайс какой-то, да. Ну вот что? Странно. Я не знаю, что сказать вообще. Охуенно! Вот что я могу сказать. Очень вкусно. Это сауры с гамбучей. Это очень вкусно. Неожиданно приятно. Это очень вкусно. Это неожиданно приятно. Как они называются? Которые такими буквами, как будто кистью мазали. Все на саурцах. Они стоят, у них сауры в основном. Там динозавр у них есть, я пробовал недавно. Как вспомнить, как это вспомнить. Вспомнить все. У них шершавые банки. Шершавые банки. Поварнию я пытаюсь вспомнить. И у Сани какого-то лицо, когда он намазал. У них в основном белые буквы. И они как будто кистью намазаны. Мантра? Нет, братан. Чаще? Нет, очень часто пивоварням во всех магазинах крафтовых. Всегда есть. Блядь. Кома, бигпот, реворд. Саботаж? Саботаж. 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 Саботаж, короче, у них кисляки и саурцы. У них все кислые в основном. И они, ну, типа, либо, если только ближе к Берлин-Рвайсу, тогда, да, в принципе, вот это все. А я пил потом говно такое было. Вот это говно. Но в основном, типа, если заявлено 6-8 градусов в саурец, то он кислит. Там апельсины какие-то, цитрусы, еще что-то. А вот это, оно типа уходит, и ты его пьешь, 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 пьешь. У меня все еще во рту ябер. Да, и оно в меру кислое. Прям... Ебать вкусно. Да. Это может быть... Я не знаю, может, я пью из-за того, что второе, типа, оно достаточно насыщенное. Может, что мы пьяные. Да. Грю Белл, где вы были? О, 4,5 градуса. Да, понятно, почему такое легкое. Что за пиорни откуда-то? Я вообще хз, кто это, блядь? Я тоже не слышал. Вудвилл, Санкт-Петербург, Левашово. Улица Высоцкая. Россия, Санкт-Петербург. Это давай сюда. Сачок. Вкусный. Сачок сачка. Кислый. Ты что хочешь? Тоже посмотрите. Я? Нет. Блядь, саботаж забыл. Савел, ты тебе тоже так сделал. Ты уже там мантру какую-то, блядь, смотри. Мантру чаще, да. Мантру белым просто написано. Да, вот я поэтому и вспомнил, что белым я такой, блядь, мантру. Именно знаю, я почему говорю, кистью, знаешь, вот типа, когда кистью вот влозь... Там скорее, там, смотри, у саботажа как будто на патрафарет щепки. Да, да, да. Много, дай, ну. Да, вот это вот. Лучше алька скулить. Как этот искусственный интеллект рисуете? Это прям очень вкусно. Прям очень вкусно. Очень вкусно, прям очень. А можно следующую? Интересно? А, подожди, я охота, я хочу ещё посозерцать в эту пану. Нет, пососать и этого пивка? Хочу, ну, блядь, ну, ну, блядь, ну, надо ему больше времени. Ну, так нельзя. Берите свои... А как, а что тут? Ну, как, ну, я не знаю. Ну, нельзя сказать вкусно и всё. Это что такое? Что такое, блядь, оно вкусно, а как сказать непонятно? То есть ты хочешь хуесосить. Какой хуесосить? Я хочу, блядь, рассказать, насколько оно вкусно. Насколько это, блядь, фурор в моём языке произошёл. Слушай, а вот это вот, допустим, вот понятно, что это больше крафт, это больше к стандарту, вот это тебе как? Тоже вкусно. Это Ютон, заметь. Это Ютон. Взяв любой из этих пивов в баре, я бы не обломался. Что бы ты хотел ещё от Ютона попробовать? Вот, допустим, вот это я бы летним днём, вот, летним вечером... Какой сорт? Да иди нахуй. Летний... Сейчас, подожди. Блядь, от Ютона какой сорт? Я никогда в жизни, блядь, не знаю, что это такое. Что бы ты сейчас вот... Вот этого саура бы я попил, нахуй. Саура от Ютона. Да нахуй саура от Ютона, это же не Ютон, блядь. Я бы вот, блядь, летним вечером в баре, вот я похавал на сица, вышел покурить, такой у меня расслабон в пятницу, завтра не надо на работу. И я бы эту баночку такими широкими глотками, как, ммм, ммм, огромной, замочил бы пол-литра, сделал бы вот так вот. Ааа, блядь, как охуенно. И потом купил бы, блядь, ещё одну. Оно всё одинаково. Четыре с половиной. Всё ровно. Да? Это четыре с половиной. Короче, посмотри, если вот ты, вот я тебе говорю, вот ты сидишь и пьёшь камбучу. На телегу. Ты сидишь и пьёшь камбучу, попей вот это вот. Попей. Любишь пиво, любишь камбучу, пей. А что такое камбуча? Чайный гриб. Виталий. Виталий, подпишись на телегу. И пиши всё, что ты пожелаешь про то, какие мы приятные парни. Какие мы. И да, иди в них. Можно, пожалуйста, следующий пив? Погни. 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 Чё остановился, да? А хорошего по-немнонку. Это не оригамика. Что? Сиська. Привет. Эмо. Ролы. Я надеюсь, что это не ослиная матча. Кто-нибудь выкупил вот это? Нет. Это какой-то знак евро или что? Наверное. Ты выкупаешь вот это? Цент? Это метро, по-моему. Ну, Нокер понятно, сидишка, а вот этот, это я тоже, это типа ЖЖшка, да, LiveJournal, Li.ru А ну-ка, блин, Li.ru, у меня два телефона, а, это 2000-е, ну да, плохо приклеили, а, вижу пузырь, Li.ru, в прямом эфире занимаемся хуйней. Короче, дай, а, LiveInternet, понятно, я всё, я понял, типа, ну, это, как я говорю, ЖЖшки, бложики. Локальные нулевые, типа, сироп, лимон, кордия, ну, это мышец. Ну, Rising Moon, RMB, вытру всеми, вообще, местами, которые тут не получили. Блэйзер? Блэйзер, да. Об жопу тогда, там, где бомжик сидел. Ну ладно, я, как человек, который никогда не пил блэйзер, хз вообще. Да, я ебать, банки пил. Банки, да, она вся в пузырях. Чувствуется химия. Сиапия писька синяя. Пахнет лимоном. Нет, пахнет пердежом лимона. Пахнет пивом с добавлением сиропа. Лимон и мята. Лимон и мята. Ваше здоровье, больно? Мы къели пиво с мятой, нам не понравилось. А что это за сорт, вообще? Блэйз. Почему ты носишься вкусом чайного гриба, блядь? Не чайного, а просто гриба. Это очень лимонный лимонад. Что-то мы пили из прошлого пака, очень похоже на то, что там вот была... Желтая лимонка какая-то. Позапрошлый, чувак. Кудров. Да, 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 да. Мед был. Очень похоже, но это хуевее. Тебе нравится? Мне нет. Мне не нравится. Не то, что я такой, фу, мне это не нравится, это ужасно. Но это просто никакое. Мне просто мне это не нравится. Да мне не нравится? Прямо тебе прям не нравится. Нет, мне просто не нравится. Это не мое. Экстракт мяты перечный. Оно неплохо сделанное. Нет, оно сгод блевотиной, блядь, прям. Всякая хуйня типа. То я говорю, значит, тебе прям не нравится. Вот. По мне, ничего обычного. Ну, ничего необычного. Я бы это попробовал, сказал, ну, какое-то оно безвкусное. Или ты не попробовал? Что ты хочешь? Перепробовать. А, перепробовать. Оно лимонное, слегка-слегка-слегка мясное. Просто блевотина во рту остается. Очень кислое. Тебе понравилось? В послевкусие какое-то такое. Оно тебе не кажется похожим на то, что ты вчера кого? На запах, конечно, отстой. Если покатать во рту, то не стоит. Лучше бы какую-нибудь... Во рту не стоит катать. Вместо этого, мне кажется, что это, знаешь, такие очереди. Вот, типа, выходит заявка на пенопак в этом месяце. Вот, мы знаем уже, что это он. И такие... И встает очередь из каких-то пивоварень, микроварен, там, хуярин, которые, типа, а вот давайте наше пиво протиснем вот в вашу вот эту подборку. И, типа, и она выбирает. Хуйня-хуйня-хуйня, он давай вот эту хуйню. Нормально. Вот так и происходит. Я бы вместо этого засунул какую-нибудь традиционную газешку, типа, свежего... Глоток свежего воздуха. Хотя бы. Ты не чувствуешь, по-моему, артур привкус блевотина? Нет, это пиздец. Это, это... А мне, я чувствую, причем не моей блевотиной. Это, это 3-2, 2,5, наверное. Из человека бензобилы. Блевотина из человека бензобилы? Можно пить, но... Спасибо. За свои деньги, наверное, нет. Там баба целовала. За то, что она пьяная. И начала блевать ему в воду. Пизду. Да. Да, вот так... И прям изо рта в воду. Получается вкусное пиво. С отсылкой к известному аниме. Аниме или... Короче, нет. Это в помойку брать. Не о чем тут говорить. Мне невкусно, мне грустно. Можно что-нибудь другое. Я бы сказал, оно никакое. Может быть, они... Но попробуйте. Слушай, это вот тема с сиропчиками. Точнее, с порошками, из которых коктейли делали. Мон, гранаты. Зу... Может, это вот это вот, типа? Зука. 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 Вот на юпи похоже. Короче, это пиво с лимонной кислотой. Ну, вообще-то 90-е, по-моему, похуй. Это пиво именно с лимонной кислотой. И вайт плюс еще. Не очень прикольное, но ничего страшного. Лучше... Нет. Это самое... Лучше... Мы ждем следующее пиво. Лучше скипнуть можно? Лучше Ариэль какой-нибудь попить. Блядь, я тебя разбавлю. Юп, твою мать, что это? Подожди. Ариэль, блядь, он... Ты что, ты не слышал? Он только что средство для стирки собрался пить. Да, я это услышал, я пропустил. Ну... Осуждаю. Ты нам по градусам дала, да? Я так понимаю. Блядь, это надо было первое пить. Вообще. Это лагерь. Жидкое золото. Нет, даже написано... Даже не жидкое золото написано... Не ликвид-голд, а золотая жидкость. Мне очень нравится приписка органик. Мне нет. Мне очень нравится, потому что я не понимаю, что там может быть, блядь, неорганик. Органик пивасы продаются в Мираторге, в Азвуке Куза. Вот это вот. И в основном... Бля, прикинь. Походу ушла эпоха с красивыми крышечками. Теперь их все будут закрыть. Они будут делать одноцветным, потому что это дешевле. Да. И этот. И вот такого. Вот такого. Мы больше не увидим. Больше не будет. Пиздец. Конечно, печалька. Ладно, давайте откроем. Это пивас. Тихо. Спасибо, что помолчался. Мне очень понравилось. Наше взаимодействие. Я сказал тихо. Просто тихо сказать. Заткнись, воебалу. Заткнись, нахуй, блядь. Стяни свою, блядь, переживала. Это лагерь, чувак. Это лагерь. Шлягер. Ты понял, да? Пятый лагерь. После вот этого кисляка ебучего. То есть, ютон, ютон, это только светлое пиво, блядь. Да. И да, вообще, да. Блядь. Да нет, после пахнет туалетом. Водой. Ну, чистым. Чистой водой пахнет. Помытым. Пахнет, чем-то освежителем воздуха. Ну, я говорю, вот помыли средством для мытья-то унитаз. Пашторали, да. Это типа из... Ебать органик. Это вот это вот... Это еще, бля, вот это. Европейская дичь. Это же Европа. Россия, это Европа, да. Это русская брата. Это вот того кислого выпил, поссал в эту бутылку и такой... Органик. Отфильтрованно своими почками. А, окей. Окей, да. Вашим фильтром. Хотели фильтрованное пиво? Получайте. Нет, блядь, это плохо. Прям плохо. Это прям гнусное пиво. Оно безвкусное. Оно не безвкусное, чувак. Оно невкусное. По заказу ООО ЕОИ Крафт. А, изготовитель ООО ЮТОН, блядь. ООО ЕОО. ЮТОН, блядь. ЮТОН. Ребят, ну не надо такое пиво делать. Ну, дохуя органическое, но... Это заказ под Европу. И что значит органическое? Типа, блядь, натуральное, а пиво можно нахуй сделать ненатуральным? Ты видел эко типа тамosity на хлебе, там на продуктах, там с корзины? Отъема... Это отъема денег у населения. А я об этом и говорю, типа, а ну органик, оно все, блядь, органиком. Это же пиздец, видит валютой, блядь. Нет ни одного регламента, блядь, этого регулирующего это органик. Что? Да выкинь эту хуйню. Выкинуть нахуй. Ну это знаешь, это как вот рекламный ход, вот это все. Короче, Это рекламный задний ход, выхлоп, поход, задний поход. Знаешь, я типа попил какой-то цинтао, только фильтрованное еще два раза. А я попил хуйцы. Это ты зря. Это ты свои хуйцы, потому что ты говорил про почки, ты поссал и попил. Отфильтровано моими почками, органик. Мне не нравится это пиво, оно никчемно. Пока что-то заупокоен. Я охуею, если сейчас будет барлевай. Бля, ребята, мне... В общем, Саня сходил поссать, мы сейчас попробуем. Отфильтрованное почками. Блядь, один в один на вкус. Один в один органическое пиво. Туда, блядь. Это ты поссал. Мы же типа в этом кек, чтобы ты сходил поссать. Да, окей, окей. Нам в бокалы. Короче, нет, органическое пиво, Ютон, не надо больше так делать. Через органы, блядь, имеется в виду. Через органы. Да, органика, слово орган. Да поставь ты на пол, да. Он греется, греет. Он нюхает, я тоже нюхаю. Перчиком больше всего платит. Вкусно. А можно нам последний, заключительный на сегодня? Нет. Да бля. Барлевайн. Ёб... а ё мать. Я не буду это пить. Что это? Блядь, это клей. Дай понюхаю. Это Лис Брю. Холодная выдержка на дубовщипе, портер и бразильский апельсин. Пацаны, вы как хотите, я это пить. Бутылка охуенная. Я говорю, вы, пацаны, как хотите, я это пить не буду. Почему? Просто не буду. Ты знал, что это будет? Нет, я просто не буду это пить. Почему, классно? Ну, потому что это, блядь, я не знаю. Эта бутылка, знаешь, из-под какого-то растворителя ебаного. Да, такой-то вы бутылку. Поэтому я не буду это пить. Вы, пожалуйста, вот вам раз. Я понюхаю. Вот вам два. Вы будете пить это? Да, буду. Хорошо. А что такого? Это же просто стильная бутылка. Ага. Попил. В этот момент наше шоу развалилось. Закончилось. Вот эти, ребята. Пахнет вкусно. Да, пожалуйста. Чокайтесь друг с другом, как хотите. Я пиво от Лис Брю не пью. Почему? Ну, я один раз попил сырное. Все. Сырное. Да? Там были пинки и бренд нарисованы. Какой-то топинг к чему-то, блядь. Типа кофе, вот эти сиропчики или что. Это пиво с сиропом. Ароматизированное. Сок концентрированный. Это можешь не отдавать. Не-не-не, не надо это отдавать. На хуй отсюда. Это ароматизированное пиво с соками, с сиропами, со всякой херней. Пить неохота. Вкусно ли это? Нет. Бля, пизду. Это просто невкусно. Я не уеду с чем-то отсюда. Ты, блядь, столько со спидом отсюда уедешь. Что происходит? Почему? Да нахуй поставь это дерьмо. Там апельсиновый сок они пишут. Ебал я в рот этот апельсиновый сок. У меня нет мнения никакого по этому поводу. Это сто процентов дерьмо. У меня есть мнение Оно не стоит вашего внимания Совсем То есть как пиво Даже если оно натуральное Они каким-то образом могли его сделать так Что вам кажется, что оно ненатуральное Это как выпить газировки просто хмельной Это очень похоже на какой-то Слишком замудовленный блейзер или ягуар Нахуй оно не надо Оно не настолько вкусное Чтобы жертвовать чем-то Вот так вот Своими точками, которыми вы будете фильтровать Да, то есть оно пахнет приятно Пахнет сиропом Оно нормально, кстати, пахнет Очень, кстати, похоже на запах По этому Ну понюхай, реально Пахнет эспрессо Эспрессо с чем-то Ну реально вот к кофе Что-то типа сиропа добавляет На вкус вообще Мне очень жаль вас Кто заказал этот пенопак Почему? Ну всего одно Всего три пива из шести Нет, потому что этот пенопак стоит денег А здесь нет ни одного пива Которое стоит Сколько? 1700, по-моему? Ну да, 1750 Это сдец много За вот это А где хоть что-то? Тут нет ничего крепче 5 градусов Ааа Ну в этом плане, да Плюс, да, не разгуляться Так, я это уберу Подальше с глаз Заметьте, что именно это мы не допили все Я сразу сказал, что я не буду это пить Я бы лучше там типа Вот эти два, ебать Вместо вот этого Лучше бы я выпил банку вот этого Залпом Разродился пенопак Осталось пепло Фигуя Слушай Со стороны, если смотреть Уникальности и интересности вкусов Вот для меня Как для не такого профессионала, как вы Это интересно Кроме лагера Лагер, наверное, ты бы прав Надо было пить первым Вот Вот это я бы Я бы хотел попробовать Потому что Бутылка Вот маркетинг у Лисбрю Реально классный Блядь, ну это клей-момент В бутылке от растворителя Я хотел бы это попробовать На вкус, к сожалению Это как клей-момент В бутылке из растворителя Да, вот смотри У них есть Что такое? Достаточно Мистер Лис Не, не Не Мистер Сидор, блядь Вы чё? А от Мистер Лисса тоже кто-то подыхал? Нет, Мистер Лисс нормально Лисбрю, да, понятно Короче Чё я хотел сказать Блядь, ну ты глядем о том, как бедный родственник сидишь А, я хотел сказать, что в Винлабе есть целая линейка От Лисбрю Байкал Потом Бубльгум И какой-то ещё третий, не помню Я смотрел на них Но они в банке Из-под Спрея Которым граффити рисуют Из-под маленького банка А, из-под баллончика подкаст Да, вот Я смотрю и думаю Нахуй это вообще нужно Ну вот не знаю Я такую хуйню люблю Да, пожалуйста Любители хуйни Я очень падкий на маркетинг Любители хуйни Пейте, пожалуйста Лисбрю Пейте Бёрнинг Это вот для вас Но я хочу, чтобы вот все те Ну оно пахнет нормально Это магия Я хочу, чтобы все те, кто делает вот это вот крафтовое пиво Поучились у Лисбрю Маркетингу Как делать бутылки, этикетки Чтобы всё сосчиталось Чтобы была какая-то идея И она прослеживалась Вот это хочу Никак не повторяйте Но хочу, чтобы у вас банки были красивые И более привлекательные Чтобы ты не ходил в крафтовый бар И видел одно, сука, и то же Это действительно раздражает Зачем в такой бутылке? Вот за тем, что вам искать Я понимаю, что Может быть вы типа специально такую товару заказываете Ну а что, была бы она в стеклянной Она была бы лучше, блядь Нет, понятно, что не с завода клея, блядь Там ничего ещё Ёбанатаро Ну я говорю, ну была бы она в стеклянной Она была бы лучше Нет Саму пиво говно Я попил один раз Это, блядь, Лиса Но при этом Я что про банку-то хочу сказать Что типа Многих смущают такие банки Вот эти вот Помнишь? По-моему, какие-то такие маленькие С какой-то, типа как крем какой-то Что-то есть даже Ну это тоже самое Тот же Лесбрю, братан Это всё делает Это оно? Да, это говно делает Лесбрю Извиняюсь Я надо поставить поближе сюда Или распылитель Да, да Я же про это не знаю Не-не-не-не, Миш Ну ставь эти три с конца Да Но они же никакие Нет, это ещё типа можно попить Ну да, оно просто никакое Оно не вкусно Не очень вкусно Да не, ну хуй знает Я бы поставил вот Типа вот Нет, ну так я потому его туда Ну поставь его за фак За фак Поставь Это типа совсем плохо Хорошо, хорошо Всё Ну он должен быть в кальве Ну даже было в паке Плохой перец Ну типа либо вместе Либо вот как-то вот Чуть это лучше всё же Чем то Это первое Это перец Наверное Вот всё же вот так Оно всё разное Типа Ну это самая пиздачная Ну вот это даже вот так Я бы попил и то, и то С удовольствием Мне кажется, что оно охуёв Охуёв, конечно Может пойдём Мы пойдём Урок манер Я почему Это субъективное мнение Потому что Потому что у тебя язва Я бы вот это Да не язва у меня Ну да что У меня просто Чувствительность к острову Подозрение на панкреатит Ну типа вот эта вот хуйня Ну мне просто хуёво От того что А панкреатит это политическое движение Да, почти Вот Панков Короче говоря Типа не такое Это печальный баг Получился Нет, почему И насчёт вот Вкуса последнего Вот, блядь Если бы засунули Нормальный портер В стекле Мы бы насладились И мы типа завершили Вот это вот всё Вопрос Всё же хотелось бы узнать Что пишет в буклете Хотя бы кратко Я считаю Вот так вот Я не вижу смысла Это читать Потому что Ну я так же А ну закрылись Ебальники Моя очередь Я считаю Вот так Почему вот так вот А не Лимонное Первое Потому что Взяв вот этот лагерь Я бы его Всё-таки выпил Ну А лимонное Я бы тоже выпил Но это было бы Немного мерзотно Вот только так Лагерь Он просто Это безвкусный Вот То есть Это просто Ну водичка Лёгкая-лёгкая Отбавленная Да Это мусор Конечно же Безусловно Это мусор Вот Но На фоне того Что там Слишком вкусный Мусор Я бы лучше съел Безвкусный Соль Органик Пива Типа Да это же Ну это же Наебало Так же Как и пиво Без глютена Да никакой Нет технологии Просто Налепил Залепил Такой Я органик Вкусие Некоторые есть То есть Оно легче Как будто Пьется Как вода Да просто Просто воды Больше Да нет Просто органик Через почки Отфильтровали Вот Ну Давайте Перейдем К приятному Я почему Про хлеб Я почему Про хлеб Говорю Просто В таких Вычурных Случаях Блять Хочется узнать Все же Почему Вот Последнее И это Ну Я прочитаю Нет Нет Я Кратко Хотя бы Прочти Я вырежу Все равно Можно я про себя Прочитаю А можно потом Ты прочитаешь Когда она закончена Можно Пожалуйста Вот Как с ним Вести диалог Да это Нахуй Не надо Разводить Вот это Охота Сделать С ней Вот так И Дисинг Да За ноль факсов Это же пенопак Типа человек Собирает Пак для нас Вот Типа Поэтому Как бы Да Мне Все равно Ну Ты понимаешь Ты бы не читал А некоторые люди бы хотели Мне просто интересно Если ты собирала Сама Ольга Да Я выпил Что с ней Стало Вот она пила Три нормальных А потом Ей стало плохо У нее Ибанулы Инсульты Он может Просто взять Любой Он может Сперва Вот это Взять Вообще Типа Ну Бутылочка Где Потому что вот этот буклет, он бы на мое восприятие пива повлиял, понимаешь? То есть, я не хочу, чтобы мне что-то говорило о том, почему туда это засунуто. В том-то дело, что мы попили, я про это говорю. Пожалуйста, потом... А вы можете это ставить как черно-белого гемарка в конце видео? Нет. Ну, пожалуйста. Ты будешь это ставить. Ты же знаешь, что я монтировал. Даже если я сейчас скажу да, но потом будет нет. Мы ни разу эти... 14 видео... Не хотелось, не хотелось хуесосить этот пак, но на самом деле мы не сильно прям хуесосим. Были паки хуже. В связи с этим вот есть вопрос по поводу деконструкции ИМА и вот этого вот всего. А будут еще пена паки? Были. Были, но мне вот из-за этого просто, бля, это рвет жопу, я никогда в жизни, бля, пить не буду. Ну, потому что... Самые хуевые паки, которые видят. Кстати, потому что ты ожидал последнего лучшее. Потому что, ну, я думал, ну, хоть за что-то зацепиться. То есть, типа, как... За то, ты угадал, последнее было темное. Да, еще и жесткое. Да, 10 градусов не крепкое. Спасибо. Спасибо. Вот, это семерка, по-моему. Десять. Баба-яга против. Ну, ладно. Да, 10 и веранцев. Семь. Объемная доля семь. Со стороны разности вкусов я ставлю этому паку десятку. Ну, значит, там пизде, да. Здесь есть все сорта, разные представители. Да, и два лагера. От худших... Два лагера? Два кислота. Ну, так... Все сорта. Какой из них лагер? Это называется лагер Пилснер. Да? Да. Ну, извините. Знаешь, что я боюсь? Это голосаура. Ну, ну. Вот с семнадцатого года декабря пенопак типа выпускает свои вот эти вот ежемесячно. И мне кажется, что сейчас уже все же... Я понял смысл этого пива. Короче, уходит именно на маленькие пивоварни, которые малоизвестны. И в основном будет вот такое вот типа три пива норм, три пива такс. Да. И началось это все с голоса. Как минимум. Будут еще пенопаки. Будут в мае либо в июне. В мае либо в июне. Проект Проба. Классная тема. Спасибо. Но пенопаки... Ну, своеобразные. Да, да. Особенно вот эта деконструкция ипы. Пять, шесть одного и того же. Ну, это был такой эксперимент. Шесть пив не норм. Я понял смысл вот того. Однажды мы когда смотрели Burning в Питере, я сделал замечание. Я сказал, что у них классные аромки. Пиво пахнет вкусно. Но почему они не смогли с этими аромками сделать этот вкус? И теперь я понимаю почему. Потому что получилось бы вот это. Ну, слушай, это все же Портов. И с добавлением апельсина. Какого-то бразильского. Они может быть и пытались что-то сварить. Но ху его знает. Ребят, я другие классы особо и не пробовал. Потому что Тара и все вот это вокруг. Тара это женское имя. Так вот. Тария, да. Ребята, вот такой получился видос. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Переходите в телегу там. Подписывайтесь в телегу. Пишите в телеге. Ну и... Комменты, лайки, репосты. Не весело, но и не грустно. Ну, слушайте, последние паки были бы откровенно говоря вообще хуйня. Здесь хоть чуть-чуть. Пока что в этом году. Что-то, да. Здесь хотя бы хоть что-то порадовало. Это камбуча. Камбуча заебись. Камбуча, да. Камбуча вытащила. И вот и с перчиком. Блядь, ну вот вкусно же сделали. Согласитесь, первые трибы тоже ничего. Хоть это и Ютон там... Вообще базара ноль. Попил, кажется, после вкус. Да, пил тоже вкусный. Но в целом норма. Как я говорю, барное пиво, первое на кране, да. Все его будут пить, облизывать его из крана и всё будет хорошо. Может быть им надо... Я сперва подумал, ну вроде как... А Ютон же ещё и этот лев. Да. Вот эти два. Я сперва подумал, что вот эта первая банка, это... Они будут как... Короче, кто лагеря у нас в основном у меня строится? Лагеря основала... Велка Морала, да. Заткнись, блядь. Так, Велка Морала. Я думал, что у них в основном сорта будут такие, типа традиционные больше. Ну да, у них, как оказалось, так и есть. Два традиционных, но какой-то органик. Ну здесь в паке, да. Так вот, видос вот такой получился, ребята, да. Ещё раз скажу. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, подписывайтесь на телегу. Пишите в телеге. Вот. А с вами были Котик Саня, переигрывающий Ваня. Централизованный Миша. И да, я, который не пьёт, не сбрю, не творкли. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok